Но она уже стала частью истории и нашей страны, а фотографии – отпечатками того времени. В выставочном центре Happy Art Museum открылась выставка работ известных фотокорреспондентов информационного агентства ТАСС, в свое время не опубликованных в прессе. Рижская экспозиция так и названа – «Неформат». На ней побывала наш корреспондент Татьяна Коваленко. Бытовые зарисовки, производственные моменты, будни и праздники. Словом, все, что наполняло жизнь людей в 70-е, 80-е. Кто-то вспомнит о них с горечью, кто-то с легкой грустью. Ну а юное поколение наверняка многому удивится. Неужели так жили? Да, жили и любили, и работали, спорили и протестовали. В официальную печать эти снимки в то время не попали. Не было в них социалистического лоска. А значит, неформат. Что такое неформат, конечно, любой журналист, любой редактор знает, и он чувствует, что здесь как бы есть некий пласт свежий. Этого еще никто не видел, в этом есть какая-то сенсационность. Деревенские похороны, битва за праздничные торты в магазине, продажа мест в очереди в Макдональдс на заре капитализма – реалии времени. Сенсации в них как таковой не было, а вот в снимках уже другое дело. Фотография, она же универсальна. Она ничего не говорит, она понятна на всех языках. Поэтому и силой ее гораздо думать заставить, она гораздо сильнее. Организаторы выставки нарочно избегали политики. Но без знаковых фигур представление об эпохе тоже ведь неполноценно. Демонстрация в защиту Солженицына, интервью Бориса Немцова у Андрея Сахарова и Елены Бонар. Мастер, понятное дело, в печать попасть не могли. Наверняка понимал это и фотокор. Просто пройти мимо такого кадра мастер никогда не может. Почему при этом вполне политкорректное фото объятий Брежнева с Хонекером легло на полку – загадка. Видимо, ракурс был не тот, как, наверное, и в снимке деревенской школы. В этой фотографии, я вообще считаю, гениальное. В ней есть такое ощущение несвободы этих маленьких детей и, собственно, полной подвластности вот этой вот учительницы. На фоне вот столь скудного, столь бедного антуража. Сегодня у фотокоров понятия не формат не существует. Снят с повестки дня и вопрос цензуры. Редакции берут практически любые снимки. Но критерий остается прежним. В фотографиях должен быть определенный посыл, мысль и настроение художника. Будут ли нам интересны лет через 30-40 фотоснимки первой половины двухтысячных? Наверное, да. Если мастер увидит в них дух времени и биения жизни. Татьяна Коваленко, Олег Горячев, Первый Балтийский.